Велосипедисты Якутска в честь завершения велосезона поделились своими эмоциями о велопробеге по Прибайкалью. Они рассказывали об особенностях этого маршрута и дали советы любителям велосипедного спорта на будущие крупные велопоходы. Подробнее в материале с Аргылана Захаровой. Более тысячи километров якутские велосипедисты преодолели за 15 дней маршрут не из легких. По каменным дорогам, по которым не всякий внедорожник осмелится проехать. Вброд по корным речкам с быстрым течением и ледяной водой. По горам и перевалам. Общий подъем по которым составил более 8 тысяч метров. Но несмотря на сложности в пути, главная цель легендарный 110-й автозимник был покорен. Он начинается от Нового Аяна и заканчивается на реке Баргузин. Это 150 километров жесткого автонома. Горы леса, таежные горные реки, дорога которой нет, от которой просто одно направление каменистое. И вот, собственно, сам знаковый столб 110-й километр. Это единственный на автозимнике, на котором все путешественники оставляют свои метки. 110-й автозимник – одна из дорог, которая вела к БАМу в 70-е годы, когда стройка в века шла полным ходом. По ней доставляли строительные материалы. После окончания работы озимники все забыли. Дорога превратилась в простое направление, а многочисленные мосты разрушились. Экстремальные условия сказались и на наших велосипедистах. На первых же километрах произошла поломка, которая могла стать судьбоносной для группы. На второй день, получается, с утра поехали, у меня сломался переключатель задний, попал спицы, у меня там спицы повылетали. Пошел дождь с утра, было слякоть, грязь. Ну так, морально духом все попадали, ребята вперед ушли. Мы с Аней остались там, ну, заменили цепь, укоротили, то есть сделали, как синглспид называется такое. Ну, вышли из ситуации. Таежная дорога была полна не только труднопроходимых участков, но и диких животных. Все время на пути попадались следы медведей. Но, к счастью для наших туристов, хозяин леса так и ни разу их не потревожил. Ехали постоянно, свистели, то есть на носе оставляли костры такие, жгли, ну, хотя бы, чтобы был дым. Единственное, в лесу брундучок небольшой я увидел, а Аня, говорит, и встретилась косуля. Велопробег, как отметили наши герои, оставил только положительные воспоминания. Это и гостеприимство местных жителей, и живописные просторы сибирской природы. Они уверены, что впереди еще не одна тысяча, которую предстоит преодолеть уже в следующих велосезонах. Саргуланы Захарова, Георгия Григорьев, Лангасаха, Якутск.